Инфракрасный до ультрафиолетового После того, как появилось видение инфракрасного излучения и ультрафиолетового, изменилось, например, восприятие животных. Таким образом, если я вижу, что пчела летит к цветку, а пчела видит ультрафиолетовое излучение, я понимаю, почему она туда летит. Если кошка смотрит на стену, то я понимаю, что она смотрит на инфракрасное излучение, которое отражается от стены. Таким образом, большая связь с животными получилась. На самом деле и цвет, и звук — это волны. У них есть определенная частота. Антенна позволяет не чувствовать частоту и колебания световой волны. То есть, в принципе, это не какое-то абстрактное ощущение, а явное ощущение, основанное на физическом явлении. Цвет — это определенные вибрации световой волны, и в зависимости от того, какой цвет мы видим, ему соответствует определенная вибрация. У красного цвета, у синего есть определенные частоты вибрации. Эта антенна позволяет мне физически чувствовать эту вибрацию. Таким образом, я ее не просто чувствую, я ее слышу. Фактически, мы трансформируем свет в определенную частоту. Цвет для меня всегда был определенной загадкой, потому что я мог видеть цвет, и я понимал, что это определенная энергия. Но в то же время я не мог его почувствовать, и антенна мне позволила его почувствовать. И таким образом, искусство стало более открытым для меня, так же, как и весь мир стал для меня более открыт и понятен. Большую взаимосвязь я чувствую именно с русскими художниками, и мне близок Кандинский, мне близок Скряпин. Они тоже имели определенное видение и чувствовали хорошо цвет, и проживали его по-своему. И в то же время они умели выражать свои чувства через цвета. А также мне интересен и Сак Ньютон, потому что в 17 веке он подумал о том, что есть взаимосвязь между цветом и звуком, и провел аналогию между цветами радуги и нотами, и различными частотами звучания. Нынешняя технология позволяет уже найти точное соответствие между цветами и звуками. Если бы у меня был выбор, я бы выбрал генную модификацию, потому что мне кажется, что это более естественно. Таким образом, я мог бы себе добавить дополнительные органы чувств, способы чувствования. Это более естественно, чем внедрять какие-то чипы или провода и становиться наполовину роботом. Но, к сожалению, тогда это был единственный способ. Но я думаю, что в будущем это станет возможным, и уже вот такое внедрение чипов будет неестественным. Возможно, уже в этом веке мы сможем менять себя через генную модификацию. Возможно, будет и печать через 3D-принтеры каких-то органов, изменение себя через технологии ДНК. Это будет возможно. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...